В прошлый раз мы с вами остановились на таком слайде, где достаточно важная вещь написана. Здесь описано 5 типов систем искусственного интеллекта, которые сейчас, ну, грубо говоря, все систем искусственного интеллекта их пытаются разбить на 5 таких групп. То есть это символисты, то есть те, кто руководствуется логикой, то есть больше так ближе к философии, конактивисты, которые пытаются имитировать сложное поведение путем объединения простых элементов. По аналогии с тем, как это в живом мозге используется. Значит, эволюционисты, которые берут за основу идеи эволюции, то есть естественного отбора. Байсовский подход – это когда есть некоторое предположение о статистической природе, и оно постепенно уточняется по мере появления новых данных. То есть система таким образом обучается. И система, построенная на аналогиях, то есть когда вы даете примеры, например, каких-то классов объектов, и весь остальной мир вы начинаете рассматривать как один из вариантов того, что есть среди этих примеров. То есть такой своего рода интерполяции того, что вы заложили в систему. Вот, соответственно, под каждый вид есть некоторое целое направление научное, которое этим занимается, и есть конкретные алгоритмы, которые позволяют вам реализовывать тот или иной подход. Вот. Ну, на практике, как правило, они еще и перемешиваются. То есть там берут символистов, к ним перемешивают байосы. То есть вроде логика, но логика с некоторыми вероятностями. Логика вероятностной модели. Ну и так далее. То есть в целом можно попробовать... То есть это такие некоторые срезы, на самом деле. Это не так, что там система может быть только чем-то одним из этих. Как правило, это только некоторый срез, с помощью которого вы можете попробовать как-то описать систему. То есть взять какую-то готовую систему и понять, чего в ней больше. Там символизма или байосы. Там аналогии или коннективизма. То есть это такое условное разделение. Но тем не менее оно очень полезно для того, чтобы как-то ориентироваться в том многообразии направлений, вариантов, моделей, алгоритмов, которые сейчас люди придумывали к текущему моменту. Вот это такой очень важный момент, который нужно запомнить, что вот есть таких вот пять направлений. Ну здесь в целом то, о чем я уже сказал, что, грубо говоря, в каждом из них есть определенные как некоторая такая научная база, так и конкретные алгоритмы, которые позволяют реализовывать тот или иной подход. Так, ну в этой презентации дальше тут уже пошли конкретные факты. То есть там есть огромное количество, ну там какой-то, видимо, известный саммит генеральных директоров мировой, где там описываются возможные тренды, то есть путем обсуждения там выявляются тренды, то есть куда, грубо говоря, инвестировать. Там ближайшие 10-20 лет, вот среди них, один из них это искусственный интеллект. Там наряду с бигдатой, с финансовыми какими-то инструментами, да, это security, это искусственный интеллект. То есть там воротилы бизнеса, они делают ставку на искусственный интеллект. Ну тут, соответственно, тоже пошли уже дальше разные факты о том, что, грубо говоря, там нас ожидает экспоненциальный рост, в том числе там вычислительных мощностей, что вот сейчас кругом все говорят про цифровую трансформацию, то есть там 5 лет назад, когда эта презентация вышла, еще только-только начинали про это говорить. Сейчас уже там любое там, не знаю, любое министерство сейчас в России уже там говорит про цифровую трансформацию, про цифровое правительство. То же самое в бизнесе сейчас. Все говорят про цифровую трансформацию. Не все знают, что это такое. Даже, наверное, нельзя дать какого-то точного определения, но все уже знают, что это нужно делать, иначе вы просто потеряетесь в конкурентоспособности. Вот то же самое там про интернет вещей. Очень много сейчас говорится. То есть если там 20 лет назад интернет, это был набор персональных компьютеров, 10 лет назад это были мобильные устройства, то есть телефоны, планшеты, то сейчас речь идет уже о том, что интернет это будет, то есть большая часть интернета, это будут различные устройства, от чайника до умных часов. То есть интернет, то есть, грубо говоря, уже даже какие-то простые, очень простые устройства, в них уже встраиваются платы, чипы, передатчик GSM, который позволяет соединяться с интернетом. Вот и эти все микроустройства, они становятся частью интернета. То есть тоже колоссальный объем данных, который от них идет, который нужно кому-то анализировать. Ну и так далее и тому подобное. То есть там и скорость, там сейчас 5G будут запускать, сеть тоже, которая там на порядке скорость увеличивает передачи данных. То есть так или иначе, речь идет о том, что происходит, как они называют, вторая эпоха машин. Первая эпоха машин – это появление первой промышленной революции, когда там станок ткацкий появился, и труд человека был заменен на работу станка. Вот сейчас происходит новая революция, когда труд уже людей, которые раньше занимались информационными технологиями, то есть анализом данных, например, то есть по сути аналитики, он сейчас начинает заменяться алгоритмами, то есть искусственным интеллектом. То есть то, что мы в прошлом занятии говорили, белые воротнички, они становятся ненужными, потому что алгоритмы, они могут работать круглые сутки, им не важно какой там объем данных, главное, чтобы у вас там существительных возможностей хватало. Но с этим сейчас проще, чем там 10 лет назад. Вот поэтому такая вот вторая революция, вторая эпоха машин, где машин начинают уже не ткань плести там, и не ковры, они начинают просто анализировать те данные, которые сейчас валом начинают расти. Ну и тут пример там приводится такие конкретные воплощения, то есть беспилотные автомобили, то есть какие-то, видимо, системы управления трафиком, то есть дорожным движением, ну и так далее. То есть роботы какие-то, дополненные реальности, и так далее, и так далее, и так далее. То есть так или иначе, все это уже сейчас есть. Ну здесь просто пример приводится к тому, что вот эти компании, которые делают ставку на искусственный интеллект, они сейчас уже по своей капитализации, они превышают там компании из реального сектора. То есть тут приводят пример там Facebook Market, да, против Walmart, который там больше 100 лет существует, всех гипермаркетов американских. Вот и Facebook Market, который там лет 5 всего существует, то есть его капитализация уже больше, чем капитализация Walmart, который больше 100 лет существует. То же самое там WhatsApp сравнивают там с United Airlines, компанией, да, авиационной. То есть тоже там на порядке уже превышает. При этом, что тоже важно, вот в этих компаниях новых, которые делают ставки на искусственный интеллект, их количество сотрудников, оно ничтожено по сравнению с компаниями реального сектора. То есть в United Airlines, где работает там 82 тысячи сотрудников и WhatsApp, в котором там изначально 55 человек всего работало. То есть это просто на порядке снижает количество людей, которые нужно для того, чтобы вот эту инфраструктуру новую обслуживать. Что-то такое своего рода скачок в производительности труда. То есть там WhatsApp, который там весь мир в WhatsApp сидит, там обслуживают, словно говоря, 55 человек в 2014 году. Сейчас, конечно, это побольше стало, но на 1 миллиард пользователей всего 55 сотрудников. Это достаточно очень потрясающий результат. По сравнению с United Airlines, которые в США возят людей, тоже там где-то 200-300 миллионов пользователей, условно говоря, для них нужно там 82 тысячи сотрудников. То есть по сути можно сказать, что WhatsApp, он скорее работает уже как некоторая такая интеллектуальная система, в которой есть только ограниченное количество инженеров, поддерживающих ее функционерами по сравнению с традиционными системами, где огромное количество сотрудников, которые поддерживают функционирование этой компании. Вот это такая тоже своего рода эпоха машин вторая наступает. Что-то еще интересного, что... Ну да, то есть по сути то, о чем я сказал, что прибыль и... производительность труда уже не так сильно зависит от сотрудников. Если там в какой-нибудь заводе Ford, где там первый был человек, который за станком стоит, потом станок... Потом человека заменили уже автоматическим станком, дальше вообще речь идет о том, что в принципе люди уже не нужны. То есть там тот же Facebook, там количество людей ничтожно по сравнению с количеством пользователей, которые этим Facebook пользуются. вот. Ну туда, то есть что в перспективе потребуется, да, то есть нужны высокоуровневые программисты, которые... Не те, которые там, железь говорится, да, те, которые могут строить системы искусственного интеллекта. Вот. И, соответственно, там система образования, которая будет направлена на обучение специалистов, поддерживающих работу таких систем. Так, ну тут говорят про четвертую индустриальную революцию, тоже целый такой монументальный труд был выпущен лет десять назад. Так, вопрос. Как можно сравнить Airlines и WhatsApp? Первый раз они производились на компании. United Airlines – это авиационная компания, это компания, которая, по сути, услуги предоставляет по перелетам. Ну, то есть это, так сказать, авиакомпания, да? Ну, смысл в том, что, в принципе, там... То есть это презентация, она смотрится с точки зрения бизнеса, да, большого. То есть большой бизнес United Airlines, там, главный показатель бизнеса – это капитализация. То есть сколько, грубо говоря, активов, сколько там инвесторов готовы эти акции покупать. Вот. И показывается, что, например, того, чтобы построить успешный бизнес, где мерилом является капитализация, да, сколько стоит компания. Вот. Что, грубо говоря, для того, чтобы построить успешный бизнес, вам уже не нужны люди. То есть для того, чтобы построить авиакомпанию, там, крупнейшую в США, да, вам нужно, там, условно говоря, 90 тысяч человек нанять. Для того, чтобы построить компанию типа WhatsApp, вам нужно 50 человек. Вот. Скорее тут, наверное, посыл такой. Понятно, что сравнивать не совсем корректно, потому что все-таки United Airlines – это... То есть люди должны летать, там, должны быть пилоты, хотя тоже сейчас речь идет о том, что будут беспилотные самолеты. Хотя, ну, непонятно когда, но будут, скорее всего, в конце концов. Вот. При этом должны быть и стюардессы, и люди, которые билеты проверяют. Вот. В целом, наверное, можно, да, тоже автоматизировать эту работу, но, наверное, это тяжелее, чем автоматизировать WhatsApp, просто обмен сообщениями. В этом плане, да, наверное, там напрямую сравнение, конечно, такое очень условное. Вот. Но здесь скорее смотрелось... Ну, телепортация, да, когда-нибудь будет. Скорее оцифрованный мозг, да, и скопирование с одного места на другое. Вот. Но это пока фантастика. Вот. То есть тут скорее речь о том, что есть некий срез с точки зрения капитализации. То есть для того, чтобы построить успешный бизнес, сейчас не нужно много людей. Там достаточно, там, не знаю, двух студентов, которым там пришла хорошая идея в голову. Они там за год, за два все это закодировали, нашли инвесторов, соответственно, промасштабировали свой бизнес и там получили, условно говоря, Facebook. Там самую дорогую компанию. Ну, там не самая дорогая, Amazon, по-моему, самая дорогая. Вот. Но, тем не менее, тоже одна из самых дорогих компаний. Вот. То есть тут речь скорее об этом. Вот. Понятно, что реальный сектор все равно нужен. Все равно нужна авиакомпания. Но вот фокус внимания сейчас для бизнеса, он вот фокусируется на тех точках, где можно больше заработать. Ну, это вот особенность текущей системы экономической. Ну, вот про индустриальную революцию теперь пошла речь в контексте искусственного интеллекта. Вот что это такой синтез трех направлений. Это физического мира, то есть того самого реального сектора, цифровизации, то есть все, что связано с информационными технологиями, и биологии. То есть системы, скорее-таки, природного характера. Вот. Ну, и, соответственно, там какие вызовы. То есть это и экономика, и культурные, и социальные. То есть огромное количество проблем. Там в первую очередь вот то, о чем сейчас очень много говорят, это то, что автоматизация приведет к тому, что там половина людей лишат своей работы, например. То есть половина той работы, которую сейчас выполняет человек, ее можно заменить просто роботами, искусственным интеллектом. Вот. Это типа основная сейчас проблема. Другая проблема – это киберсекьюрити, да, то есть когда у вас все завязано на алгоритмы, на компьютеры, соответственно, возрастает роль рисков, связанных с кибербезопасностью. То есть насколько такие системы вообще устойчивы к атакам. То есть там сейчас у нас в России, например, огромнейшие деньги вкладываются в так называемый суверенный интернет. И как бы позитивная повестка этого суверенного интернета в том, что сейчас информационные технологии – это оружие, да. То есть можно там положить российский интернет, да, и парализовать работу вообще страны. То есть не будет ни мобильных банков, ни госуслуг, ничего. То есть мы вернемся опять там на 30 лет назад. Вот. Понятно, что там есть еще и другие, ну, по крайней мере, теории заговоров, которые говорят, зачем это делается, что можно все подряд теперь блокировать благодаря этому суверенному интернету. Ну, то есть, грубо говоря, да, есть такой риск, и во всем мире уже понимают этот риск, и постепенно вот эту лавочку с бесконтрольным интернетом начинают закрывать. Сейчас уже очень сложно, например, найти там торрент-трекер подходящий, то есть какой-нибудь популярный, попробовать с него что-то скачать. Это сейчас намного сложнее, чем было, например, там, не знаю, 20 лет назад. Вот. То же самое там связано с геополитикой. То есть как это повлияет, если у вас, например, вы можете там жить, грубо говоря, там в России и на равных общаться с работодателем, который находится в США. То есть как, например, вот тут, как, например, здесь уже вы зависите от государства. То есть, причем здесь, например, уже государство становится, да, если у вас работодатель в одном месте сидит, а вы сидите в совершенно другом месте. То есть тоже такие достаточно серьезные вопросы. Но то же самое вот тут про популизм говорится, да, то есть там тот же Дональд Трамп, который, по сути, в Твиттере стал популярным, то есть на базе вот просто правильного создания Твиттеров, то есть не через планирование там пресс-конференций и так далее, а просто вот через Твиттер стал популярным, да. И так далее. То есть, ну, тут и про терроризм, и про все, что угодно. То есть, в целом, это четвертая промышленная эволюция затягивает очень многие вопросы, связанные с цифровизацией, информатизацией, то есть со слиянием всех этих трех миров, там, физического, цифрового и биологического в одно целое. Ну, то есть тоже об этом многие думают. Вот, ну, искусственный интеллект тоже тут связан с этим, да, то есть это и, ну, это не называют автономные технологии, да, то есть там DARPA, Google, Tesla, Toyota, все инвестируют деньги сейчас в создание, например, беспилотных автомобилей, беспилотных самолетов. Там недавно прошли уже новости о том, что впервые там уже убийство военными было совершено, было принято алгоритмом, то есть там, по-моему, израильтяне запрограммировали свой беспилотник для того, чтобы он там выслеживал какого-то определенного террориста, и когда он его найдет, чтобы он без команды оператора выпустил по нему ракету. То есть уже признали, что да, там впервые в мире искусственный интеллект принял решение об уничтожении террориста. То есть мы уже вот к такому дошли, что если раньше человек принимал решение и полностью у него соответственность за того, выпустил он ракету или нет, то теперь уже алгоритм принимает решение. То есть ему только говорят, кого найти, а он уже сам там рыщет и находит. Вот, то есть это тоже такое целое направление, когда, по идее, человек исключается вообще из цикла управления. Вот, ну, 3D, 4D-принтинг, непонятно, как это связано с искусственным интеллектом, но неважно. Роботы, да, там все знают про Boston Dynamics, кто не знает, почитайте, они очень хорошие презентации делают. То есть там и роботы, похожие на людей, и роботы, похожие на собак, которые бегают, прыгают. Вроде недавно даже прошла новость про то, что кто-то, по-моему, даже уже заключил контракт на поставку роботов, причем не только в презентационных целях, но и в каких-то, в каком-то уже коммерческом использовании. Но что-то у меня сейчас вылетело из головы, у меня проскализовала какая-то новость, сейчас уже точно не помню. Вот, ну и новые материалы, тоже на них делается сейчас огромная ставка, и тоже человек не в состоянии там сейчас просчитать те комбинации, которые, например, приводят к хорошим результатам в плане новых материалов. То есть тоже сейчас алгоритмически решаются эти задачи. Ну, тут с точки зрения биологии рассматривается, то есть тут тоже то, что сейчас на хайпе, это редактирование генома, технологий, который тоже опирается, информационные технологии. Тут еще про имплантанты в мозг, которые спонсируются DARPA. DARPA, кто не знает, это оборонная инициатива. В американской части есть такая организация некоммерческая, государственная, которая с вертолета раскидывает деньги на перспективные с точки зрения военных технологий проекты. Вот они тоже инвестируют в эти имплантанты, которые позволят, например, строить новые общие типы интерфейсов. Человек-мозг. Информационная система мозг напрямую, аминуя там глаза, уши и так далее. В том числе и управление. То есть примеров много уже, когда там людей с ограниченными возможностями, им просто, например, если человек парализован, ему там с помощью имплантантов позволяют, например, управлять той тележкой, на которую он перемещается, или экзоскелетом. То есть подобные примеры уже проектов есть. Вот они, конечно, очень дорогие, такие системы настраиваются на конкретного человека, но технология постепенно оттачивается. Увеличивается сложность тех команд, которые могут передаваться. То есть тоже очень активно с этим работают. И там тоже вовсю используется искусственный интеллект, потому что нужно анализировать те сигналы, которые улавливаются датчиками в мозге человека, и их транслировать в команды конкретной машины, конкретного устройства, которым нужно управлять. То есть тоже довольно сложное, интересное и перспективное направление. Здесь по цифровизации, то есть увеличение устройств, тоже как часть революции, то есть такой экспоненциальный рост абонентов в сети и так далее и тому подобное. Соответственно, задача там поиска, то есть анализа этих данных, при экспоненциальном росте данных нужно понимать, что с ними делать. То есть человек не в состоянии их анализировать, нужны алгоритмы, которые позволят вам извлекать полезные данные, полезную информацию из этого океана данных. Что тут еще интересного, о чем тут интересном говорят? В принципе, наверное, какие-то уже пошли детали. Детали, детали, детали. В общем, примеры, примеры, примеры. Что еще? Об этом мы уже говорили, что рост экспоненциального объема данных. Причем, что интересно, из этих сумасшедших объемов данных, там только 1% анализируется. 99% просто вложатся на сервера мертвым грузом. Никто на них не смотрит. Там только 7% из этих данных как-то помечаются, что это такое. Там это видеофайл, это текст, какую тематику он имеет и так далее. Но при этом там 35% это полезная информация, которая может быть использована для бизнеса, вообще для развития человечества. То есть из этих 35% только 1% анализируется. То есть из 35%, ну ладно, 3% анализируется. То есть тоже пока огромный океан необработанных данных. То есть алгоритмы пока не в состоянии вот этот объем данных еще обработать. Соответственно, это огромный потенциал для развития этих систем. Так, что еще интересного? Ну тут просто пример приводится. Сколько, ну какой потенциал там у конкретного направления там с медициной связано? Тоже там, ну здесь картинки, по-моему, такой нет. Но там считается, что сейчас максимально автоматизированные области связаны с информационными технологиями, то есть с интернетом, с финансовым сектором, с банковским сектором. Наименее автоматизированы там технологии, связанные с сельским хозяйством, медициной и так далее. То есть вот эти направления пока слабо автоматизированы, они сейчас рассматриваются как такие прорывные. То есть туда можно легко прийти с вашей идеи из мира информационных технологий и найти себе там место, куда его применить. То есть у нас, например, на кафедре, я знаю, очень много там аспиранты работают по тематике, сельхоз тематике там и анализируют, делают там какие-то садки для рыб интеллектуальные, которые отслеживают рост биомассы. И так далее и тому подобное. То есть это сейчас очень тоже активно развивается. Ну и в частности тоже там, кроме там сельского хозяйства, еще вот и медицина тоже очень активно развивается. То есть это начиная с неинвазивной диагностики, когда вот, наверное, все уже там в связи с ковидом там очень популярны стали оксидометры, по-моему, так они называются. То есть такой наперсток одевается на палец, и он меряет количество кислорода вашей крови. Меряет он его за счет того, что просвечивает палец и анализирует как бы плотность. То есть если там кислорода мало, там меняется плотность крови, соответственно, это можно отследить вот за счет анализа того сигнала, который пропускается через ваш палец. И тут такой простой пример умного устройства, который позволяет вам неинвазивным путем анализировать протекающие процессы внутри. Ну, про неинвазивную диагностику там довольно много чего в технических системах существует. То есть придите на любой завод, возьмите любую систему измерения. Есть такое понятие, как софт-сенсор. То есть это сенсор, который меряет не напрямую данные, он меряет их косвенно. То есть есть какие-то косвенные измерения, там, не знаю, цвет, звук, там, не знаю, какие-то выхлопные газы. Есть модель, заложенная внутрь этого устройства, то есть модель процесса. И с помощью вот этих косвенных данных модель подгоняется под результат. И косвенно вместе с этим восстанавливаются те скрытые состояния, которые не могут быть напрямую измерены. Ну, то есть в курсе теории управления вы проходили такие алгоритмы, как наблюдатели состояния. По сути, вот все смарт-сенсоры, ой, не смарт-сенсоры, а софт-сенсоры в технических системах, они как раз построены по этому принципу. То есть строится своего рода такое наблюдательное состояние. Может быть, там не в чистом виде, как там, как вы проходили, да, но идея примерно такая же. Вот. Ну, тут уже как-то пошли в сторону, по-моему. То есть вот эти технологии, которые изначально основываются на алгоритмах в искусственном интеллекте, соответственно, приводят там к инновациям в медицине. То есть тут как-то очень таким широким фронтом все это объясняется. Не будем, наверное, долго на этом останавливаться. Так, ну вот туда пишут, что цифровое землетрясение будет к 2030 году, где 4,5 всех компаний будут другими, не такими, как сейчас. Ну, скорее всего, так и будет. То есть очень быстро все меняется. Ну, соответственно, вопросы, которые возникают, да, что будет с экономикой, что будет с нашим обществом, что будет с миром, как он будет выглядеть, и так далее, и тому подобное. Такие вот глобальные вопросы. Вот. Ну, это такая была глобальная презентация товарищей организации Объединенных Наций. Вот. Сейчас давайте посмотрим еще одну презентацию. Так, давайте сделаем перерыв 5 минут и потом переподключимся и посмотрим другую презентацию. Продолжение следует...